я еще раз представлюсь я знаю что некоторые участники вебинара присутствовали на прошлом вебинаре мы с ними уже знакомые меня зовут александр я представитель компании и ой консалт и сегодня у нас вебинара посвященный табло сапу нюансы внедрения буквально несколько слов о нашей компании кто мы что мы чем мы занимаемся экспертиза и так далее компания бей консалт работает на эти рынки 2008 года но и по сути является российским одним из старейших партнеров компании табло и клика в довольно престижным статус давайте начнем с презентации как я уже сказал что мы одни из первых партнеров клика и табло в россии но естественно входим в топ 10 интеграторов систем бизнес-анализа у нас довольно таки большое количество сертифицированных разработчиков и по табло и по клику сегодня у нас в бинаре ориентирован на табло поэтому на клик отвлекаться мы наверное не будем просто буквально пару слов первое в россии получили специализацию в областях потребительские товары фильм сиджи мил продакт банки финансовые услуги и горизонтальное решение анализ продаж и финансов какого-то там шум попрошу отключить есть такая возможность спасибо 120 проектов систем бизнес-аналитики на данном слайде представлено большое количество наших партнеров как видно что компании довольно таки крупные известные работаем также мы например с государственными компаниями с крупными нефтяными компаниями очень много проектов у нас по банкам а также мы занимаемся обучением сотрудников у нас есть свой учебный учебный центр санкт-петербурге на время пандемии мы проводим обучение онлайн ну и в целом в принципе это можно в любом формате проходить то есть онлайн формате обучения либо формате life далее у нас опять идут наши партнеры реализованные проекты вот здесь мы видим банк россия то есть мы действительно работаем с государственным сектором с большими крупными компаниями работаем в принципе мы с любыми компаниями работа не работаем только с физическими лицами но ориентированы больше и большей степени именно на крупные компании тут я представил несколько слайдов которые она показывают наши пилотные проекты к сожалению показать какую-то большую информацию не могу потому что связывают рамки конфиденциальности однако вот скрины с приложение подемонстрировать могу это приложение сделанное на базе табло для крупной фармацевтической компании которых хотел анализировать свои продажи а тут к сожалению все не активно потому что мы сами понимаете что это spring screen но тем не менее можно посмотреть что на базе приложений табло сделано глубокая аналитическая глубокая аналитика и если помогли перейти в приложение мы могли бы здесь поставить какие-то фильтры посмотреть но еще раз повторяю что сделать этого не могу в рамках конфиденциальности это один из наших самых крупных проектов тут так же у нас проект для промышленной организации кипи а это дебиторская задолженность крепи кредиторской задолженностью то есть это больше относится к финансовому сектору здесь также мы видим различные кипи а и но опять же они к сожалению не активны вот можно посмотреть это какие показатели финансовой компании и в целом видим что они довольно таки положительные по сравнению с предыдущим годом январь сравнивается с декабрем 19 разница не в год конечно но тем не менее давайте пойдем далее также у нас здесь довольно крупный проект для ритейла по продуктам также здесь было анализированы первичные и вторичные продажи также мы видим здесь различные тебя и показатели компания покупаем положительной динамике все хорошо здесь мы можем посмотреть например анализ сезонности показателя средняя цена по месяцам здесь у нас показаны регионы то есть если мы сейчас находились приложение в приложении можно было бы тыкнуть какой-нибудь регион провалиться туда и посмотреть какие показатели конкретного какого региона есть динамики показатели средняя цена средняя цена в разрезе группа брендов и так далее и еще один из наших крупнейших проектов автоцентра тоже мы здесь анализировали продажи но такие продажи операционные показатели и продажи то есть тут была конверсия чистая конверсия там то есть мы условно анализировали от звонка к я процесс от звонка клиенту до продажи автомобиля видно воронка продаж была составлена для компании динамика и различные показатели на этом все ну то есть я представил нашу компанию показал наши основные проекты далее передаю слово александра голландцева это наша разработчик табло и он продолжит нашим на александр да да спасибо сандр да коллеги смотрите как будет строиться примерно я сначала расскажу какую-то сервизическую часть про табло саби в том что это себе представляет в основном здесь будет про саб и после этого я уже перейду к демонстрации того как мы можем подключиться к сапу и при этом получать оттуда данные и работать с ними и в целом какие существуют best practices я также затрону давайте начнем сап это огромное рп решение которое как правило внедряется большими компаниями которые уже готовы настроить все свои процессы и свести их в одну систему по большей части при внедрении сап это уже гарантирует какую-то прозрачность процессов и то что с этой компании можно выгодно работать и у них все прозрачно и очевидно как правило такие огромные системы внедряются несколько лет и в целом вся компания подстраивается по то чтобы работать с этой конкретной системой то есть это фундаментальное решение которое позволяет который проникает полностью во все сферы деятельности компании и она в общем то обязательно для успешного ее существования то что видите на слайде здесь примерно демонстрируется в очень упрощенном виде то как работает сап данном случае биви и в конечном счете мы видим что все данные сначала идут базу данных ултп это как правило какой-нибудь SQL сервер это может Microsoft SQL это может быть Oracle либо какой-либо другой вариант после этого происходит процесс ETL то есть мы каким-то образом чистим каким-то образом объединяем мы каким-либо образом расформировываем данные и грузим их в лап базу которая потом уже транслируется в сап биви если вы когда-либо работали сапом вы знаете что там транзакционный метод доступа к данным мы вводим какую-либо транзакцию и транзакция предполагается что она либо выполнится либо не выполнится то есть если мы хотим посмотреть какие-то данные в каком-либо клубе то мы вводим определенную транзакцию и смотрим эти данные если мы хотим посмотреть же взаимосвязи между различными клубами то опять-таки существует конкретно транзакция для этого после этого мы хотим проанализировать какие-либо данные, то есть у нас настроен уже весь процесс от загрузки данных в LTP до просмотра их в SubBV. После этого у нас есть два варианта. Посмотреть их в SubBI, который является отдельным приложением и которое нужно также настраивать. И, если честно, это довольно проблематично, и чтобы получить даже довольно простые визуализации, нужно потратить довольно много времени. Либо следующий вариант, это подключиться через Excel, либо сделать выгрузку в MS Excel и уже там делать какую-либо аналитику, строить сводные таблицы, делать графики и выдавать какие-либо инсайты, либо агрегированные результаты. В целом, примерно так все и выглядит. И, на самом деле, в данном случае Tableau выступает уже на последнем уровне, то есть оно может заменить собой SubBI MS Excel. И, как я дальше покажу, это Tableau делает это довольно успешно через свой коннектор и более техническую часть я расскажу дальше. SubBI V, как я уже сказал, это фундаментальное решение, и его внутреннее устройство очень сложное для понимания, и существует большое количество консультантов и специалистов, которые прекрасно знают, как все устроено, и тем не менее, даже им нужно какое-то время, чтобы разобраться с устройством в каждой конкретной ситуации. То есть, если даже просто перечислить различные составляющие SAP, в этом будут инфообъекты, инфокубы, различные таблицы, структуру, каталогия, и все это имеет не строгую иерархическую структуру, как хотелось бы, все это имеет довольно сложную, взаимосвязанную, проплетающуюся структуру, из-за которой довольно сложно разобраться, как и что с собой взаимодействует. Ну, если упростить до какого-то уровня, то мы можем сказать так, что, например, у нас есть какая-то SQL-база, пусть это будет Oracle или Microsoft SQL, затем все превращается в SAP BV, в инфокубы. То есть, то, к чему вы подключаетесь, это инфокуб через какую-либо транзакцию. Различные инфокубы можно объединить в различные инфообъекты. То есть, например, мы хотим 10 кубов, и потом их можем объединить в один большой инфообъект. После этого мы можем использовать, например, BexQuery, то есть, в данном случае написано BWQuery, вот, например, здесь. Мы можем объединить, например, Multiprovider, Infocube, Infoset. и можем к нему подключиться и также забрать необходимые данные. Но, если не погружаться в такие тонкости, то, конечно, что нам нужно, это, по большому счету, определенная таблица или их набор, которые нам нужно после этого объединить. Как мы их получим, это вопрос другой. Тем не менее, на выходе нам нужны определенные данные, с которыми мы хотим работать, и после этого уже принимать какие-либо бизнес-решения. В целом, итоговый процесс работы с SAP выглядит таким образом. То есть, у нас есть какая-то инфраструктура, то есть, у нас есть различные файлы, то есть, могут быть Excel, CSV, более того, это могут быть либо исколь базы, либо у нас могут быть какие-то покупные отчеты и вообще любые возможные файлы. И здесь есть два варианта. Мы либо их сразу грузим в SAP BW и после этого передаем в Tableau, и уже визуализируем. То есть, SAP BW по факту выступает хранилищем, где хранятся все необходимые данные. Либо мы можем идти от SAP подключить все необходимые данные к Tableau, либо и одновременно с этим подключить все файлы, которые у нас есть, которые я перечислил. Мы можем сначала их преобразовать и потом загрузить в Tableau, либо сначала загрузить, потом преобразовать, а уже после этого визуализировать и показывать какие-либо интересные визуализации данной и, возможно, какую-либо более интересную статистику. Что касается Tableau, в данном случае у нас есть несколько способов подключения к SAP. Первый это вот как раз-таки к самому низкому уровню. Это к базе данных SQL, Oracle, Microsoft, какая-либо другая. но с данным подходом есть одна проблема. При подключении мы попадаем в поле с огромным количеством таблиц, то есть их может быть несколько десятков тысяч. Я вам покажу пример с 36 тысячами и на самом деле все, что в них хранится, невозможно по-человечески использовать, то есть для того, чтобы получить простейшие таблицы в какой-либо структуре, либо по сотрудникам, то есть хотя бы просто список. Нам нужно объединить большое количество таблиц и после этого получить необходимую информацию. То есть этот подход, конечно, возможен, но тем не менее он очень проблематичен, очень трудозатратен и на самом деле не является best practice, потому что зачем тогда вам хранилище SAP BV, если вы все равно подключаетесь к SQL-серверу. Есть другой вариант. Мы можем подключиться через какой-либо коннектор, то есть в табло их два, это SAP BV коннектор, SAP HANA коннектор, подключиться к SAP и выгружать уже необходимые данные. Как я сказал, кубы это есть объединение большого количества SQL-таблиц и это нам даст возможность получать уже готовые данные, для которых мы можем строить визуализацию. на самом деле с теоретической частью все, то есть это все, что я хотел сказать, как будет выглядеть примерно процесс, как он должен быть. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их написать в чат либо задать и я с радостью на них отвечу. А пока я хочу перейти к практической части. То есть если вопросов нет, я тогда продолжу. Да, Антон пишет, что в версии BV4 HANA нет кубов. В целом это правда. В HANA, то есть в четвертой версии есть понятие calculation view, к которому мы также можем подключиться и для этого есть коннектор. Я к HANA к сожалению не могу подключиться, но у меня есть доступ к BV, то есть который третьей серии и я к ней подключусь. То есть давайте вам продемонстрирую. То есть сейчас у нас какой-то лот-десктоп, с которым мы в общем-то будем работать и создавать все необходимые дашборды. Вот все возможные коннекторы, то есть их здесь довольно большое количество. То есть у нас есть SAP HANA, SAP Netweaver, то есть это SAP BV. SAP Sibase и все эти возможные варианты. То есть мы можем каждому из них подключиться. Смотрите, у Антона еще говорит, что у SAP есть вариант визуализации на UMIRA. Антон, это, конечно, правда, но тем не менее сейчас я показывал, как можно подключиться через Tableau и Tableau является стандартом в области визуализации и некоторой части ETL. Поэтому есть много вариантов, то есть не единственный верный вариант, тем не менее мы можем использовать любой из предложенных. давайте подключимся. Как я сказал, у нас есть возможность сначала подключиться через SQL Server. Давайте так и сделаем. Я продемонстрирую, что я имел в виду. Вот у нас есть определенная база и на самом деле мы можем посмотреть, что у нас тут вот огромное количество таблиц, то есть мы можем выбрать любую из них и где-то у нас будет отсутствие строк, где-то у нас будет какая-то информация, но вот здесь например одна строка, которой не очень удобно пользоваться. Здесь должно быть написано, что 36 тысяч таблиц, тем не менее этого я здесь не вижу. Тогда поверьте на слово, здесь сейчас 36 тысяч таблиц, которые обняют довольно небольшое количество данных. Евгения, что вы имеете ввиду, как увеличить экран? Вот, что касается Евгения, вам... Евгения, смотрите, возможно, у вас какие-то проблемы с отображением, но вот запись Александра вполне наглядная и понятно, у меня, по крайней мере, нет проблем с отображением. Попробуйте перезапустить плеер, может быть, какие-то проблемы с ним. Александр, ты можешь увеличить свой экран чуть-чуть? Он максимальный. Максимальный, да? Окей. Да, Руслан, спасибо, Александр, спасибо. Давайте тогда я продолжу. Вот, мы подключились к базе SQL. Вот, как вы видите, это очень плохой вариант и им пользоваться невозможно, поэтому давайте перейдем к тому варианту, который лучше всего использовать. Закроем этот источник данных и подключимся к новому также. Вот, у нас мы выбираем подключение, у нас есть два подключения, NV2 и NV3, и вводим необходимый пароль, и вот здесь есть важная галочка. Написано Use Members instead of All Members, то есть Tableau сейчас будет отправлять запроса к SAP BV, чтобы получить какую-либо информацию. Эта галочка пила совсем недавно, вследствие того, чтобы можно было подключаться к старым версиям SAP. Вам нужно узнать, какая ваша версия, включить эту галочку, если это необходимо, и подключиться. И вот здесь мы сразу попадаем в такую возможность, мы можем выбрать InfoCube, мы можем выбрать каталог, либо InfoProvider. То есть по большому счету, если у вас есть какой-то штатный специалист по SAP в компании, то он вам скажет, что и как использовать. То есть мы можем выбрать какой-нибудь из InfoCube. Давайте посмотрим. То есть давайте выберем вот этот. И у нас есть название поля с иерархиями и его техническое имя. Чтобы дальше нам работать с этими данными, нам необходимо перейти и каким-то образом их скачать, либо напрямую подключиться. Давайте посмотрим, какие у нас есть способы для подключения к SAP. Мы можем подключиться в живом режиме, можем скачать все данные, либо выбрать их часть. Давайте пройдемся по каждому из трех способов и посмотрим, какой из них лучше. выбираем Connect Live и у нас в общем-то уже вышла вся необходимая информация. То есть это куб, как мы видим, и у нас есть определенное количество иерархий. То есть мы можем выбрать различные иерархии и у нас будет вся необходимая информация отображаться. Также можем выбрать какую-либо меру и у нас будет все демонстрироваться. Проблема при подключении Live заключается в том, что мы работаем напрямую с кубом и для того, чтобы нам создать какие-либо новые поля, нам необходимо делать это в режиме MDX. То есть если мы, например, хотим создать что-то, сейчас, секундочку, то есть нам нужно создать и мы можем здесь прописать конкретно вот здесь прописать MDX-формулу, которая будет выдавать определенную статистику для какие-то расчеты. Это возможный подход, но, если честно, он очень сильно ограничивает возможности табло и по большому счету никакого пользы это не принесет. Поэтому давайте вернемся к другим возможностям. То есть нам нужно переподключиться. Давайте снова закроем то, что у нас есть. Подключимся. И давайте выберем то же самое, чтобы можно быстрее нагрузилось и не пришлось ждать. DBL TWP. Давайте выберем вот этот вариант. И выберем второй вариант Import All Data. Сохраним куда-нибудь экстракт и подождем, пока он сформируется. То есть в зависимости от объема данных он будет формируется какое-то определенное время. Давайте посмотрим, сколько здесь строчек. Здесь всего 392 строчки, то есть это очень маленький датасет. Тем не менее он имеет беста быть и с ним можно работать. Давайте посмотрим по дате. Например, возьмем какой-нибудь показатель, то есть договора лизинга, и вот у нас сразу выдался барчарт в зависимости от даты. И таким образом мы можем строить любые визуализации и возможности Tableau в этом смысле безограничны и все можно делать намного быстрее и проще чем том же сапом. вот мы можем здесь выбрать любой непроходимый вариант и у нас будет все прекрасно работать. Антон спрашивает, как будет работать с импортом, если в хранилище данных BV будет данных более 1 миллиарда записей. Антон, смотрите, я так понимаю, это за довольно большой срок такое количество записей набралось и все из них не нужны. То есть в данном случае у нас есть вариант, что мы берем только ту часть, которая нам нужна и остальную часть храним на потом, грубо говоря. Да, я вижу, что вы пишете, например, чеки в ритейле. Тогда это может быть за любой обозримый промежуток времени. Тогда нам нужно практически все 1 миллиард записей. Смотрите, в целом ни у Tableau, ни у Кулика, даже у того же Power BI не возникает проблем с таким объемом данных. И на самом деле 1 миллиард с каким-то ограниченным способом загрузки вытягивается. И у нас есть кейсы, когда бывало и больше данных, и тем не менее все работало. То есть здесь вопрос насколько долго это будет обновляться. Но если мы настроим инкрементальную загрузку, все будет обновляться довольно быстро и в течение часа. Следующий подход это автоматизация всего, что у нас есть. То есть сейчас мы подключены к кубу и затем нам нужно его опубликовать на сервер, чтобы автоматически уже его загружать и он уже там обновлялся. То есть мы можем зайти в top-law сервер, который должен быть установлен для этого и он поставляется вместе с лицензией creator. Вот. Мы можем опубликовать. Давайте поставить расписание для его обновления. Сейчас у нас все загружается. Вот так выглядит Tableau сервер. Максим, у вас вопрос какой-то? Максим, у вас вопрос какой-то? Вот. Сейчас загружается и мы можем настроить его обновление так, как нам необходимо. Например, поставить какое-либо расписание. Например, раз в 15 минут, в 12 часов дня, либо только по субботам. После этого, после того, как у нас все настроено, мы можем подключиться к этому источнику данных и у нас никаких проблем не будет возникать с подключением. То есть выбираем вот этот вариант. вот, все, теперь мы подключились. Давайте вот так сделаю. Теперь мы подключились, у нас все в рабочем состоянии и всегда актуальные данные. Все выглядит примерно таким образом. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Тогда я понимаю, что вопросов нет. И с точки зрения объединения Tableau SAP BV это, в общем-то, то, что я хотел сказать. Это то, как надо делать. Ну, это, естественно, условный пример. Данных немного. Но, тем не менее, логика не зависит от количества данных. Архитектура будет примерно такая же. И никаких у вас проблем не будет возникать, даже если у вас один миллиард записей. То есть все должно быть только правильно настроено. И, естественно, у Tableau сервера должны быть соответствующие мощности, чтобы это обрабатывать, визуализировать. И, естественно, он должен быть мощнее, чем обычный десктоп. Да, смотрите, в Tableau Антон спрашивает, есть ли встроенный ETL при импорте в Tableau. В целом, это был наш прошлый вебинар. Он связан был с Tableau Prep. Это ETL, который мы можем производить с помощью Drag & Drop. И он делается с помощью Tableau Prep. То есть вы можете посмотреть либо запись вебинара, либо любое другое видео про Tableau Prep и увидите, насколько это просто. То есть тот же встроенный язык в Sub будет намного сложнее, чем то же самое делать через Tableau Prep. Это вот все, что хотел я сказать про техническую часть. Александр может, в общем-то, сориентировать вас все, что касается продажам, про то, как делать проекты, может, про политику лицензирования. Александр? Да, Александр, спасибо большое за вебинар. Он получился довольно емкий, что в целом хорошо. Коллеги, если у кого-то есть дополнительные вопросы, задавайте, либо пишите, ответим в любом случае, либо если вопросы появятся после вебинара, можете адресовать мне их в почту. Но сегодня у нас участников опять же не так много, но в целом, как я и говорил, Tableau не так популярен в России, но еще раз повторюсь, что Tableau один из лидеров бизнес-аналитики во всем мире. Сейчас мы пытаемся немного так Tableau в массы продвинуть, рассказать, что есть такой продукт, показать его возможности и показать, что он действительно имеет какие-то конкурентные преимущества. С моей стороны тоже все. Александр, еще раз большое спасибо всем, кто задавал вопросы и всем участникам большое спасибо за внимание. Александр, тут Антон пишет стоимость лицензирования. Ответь, пожалуйста. Да, извиняюсь, я не заметил. Tableau на самом деле это недорого, это довольно-таки адекватная цена, то есть он находится в рынке. Если, например, сравнивать Tableau и клик, то Tableau выйдет дешевле. Если, например, сравнивать Tableau и Power BI, тут надо понимать, какие у вас запросы. В чем политика, в чем разница политика ценообразования между Tableau и Power BI. Power BI он всегда показывает верхушку айсберга. То есть, ну там есть, конечно, лицензии за 5 долларов в месяц, это очень дешево, и все думают, что вот мы сейчас купим там 5 лицензий за 5 долларов, и там все свои проблемы, все свои запросы решим в Power BI. Если компания растет, ее запросы растут, и компания продолжает работать с Power BI, зачастую оказывается такая ситуация, когда те возможности, которые можно реализовать в Tableau за гораздо меньшие деньги, за гораздо меньшую стоимость лицензии, в том же Power BI либо в клике они будут стоить гораздо дороже. То есть, на мой взгляд, лицензии Tableau, они ну так прямо находятся в рынке. То есть, конкретная стоимость лицензии, ну я могу, конечно, озвучить прямо сейчас, просто нужно понимать, какой тип лицензии, то есть, там их есть несколько, Creator, Explorer, Viewer. У вас прям какой-то конкретный вопрос, или что? Или вы просто общую цену? Да, ну это понятно, конечно, то есть, я могу в принципе, ну вообще у нас политика компании в том, что мы коммерческие предложения отправляем лично, да, и уже после того, как мы там пообщались с клиентом несколько раз, поняли их бизнес-запросы и поняли их задачи, и поняли, что мы их можем решить. У нас, в принципе, есть, конечно, сравнительная табличка, там, Tableau, Power BI, Click, но я еще раз говорю, что нужно отталкиваться от текущих задач компании. То есть, прямо сказать, что Tableau самый дешевый или там самый дорогой, я не могу. Все зависит от ситуации. Да, вам спасибо за вопрос. Ну, если говорить там, не знаю, про стоимость лицензии, то давайте я вам скажу, что, например, лицензия Creator стоит 800, 840 долларов в год. Это такая самая большая лицензия, у которой есть все права доступа. Лицензия Explorer стоит 420 долларов в год. Ну, и лицензия Viewer, соответственно, 144 долларов в год. Вот, если так вот, прямо по ценам сориентировать. Так, есть ли у кого-то еще какие-то вопросы? Ну, я так понимаю, что вопросов нет. Чат молчит, никто в микрофон ничего не говорит. Естественно, еще раз всем большое спасибо за внимание. У нас впереди еще один вебинар. Приглашение, естественно, разошлю. Ну, ждем вас. Всем спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok